Мы говорим об онкологии, мы все время обсуждаем раз в несколько лет онкологические проблемы. Онкология – это одна из наиболее галлопирующих в своем развитии дисциплин. И сегодня мы попросили заместителя директора Маняков выступить и рассказать нам про достижения современной онкологии. Валентина Евгеньевна Шикина, прошу вас. Значит, вы знаете, как здесь переключать, да, все вам объяснили. Добрый день, уважаемые коллеги. Благодарю вас за возможность принять участие и выступить на вашем заседании, Павел Андреевич. Вам большое спасибо, это очень почетно для меня. Я онколог, онколог-химиотерапевт, и мне хочется поделиться современными возможностями онкологии и показать вам те успехи, которые сейчас есть, и что не так все страшно в нашей жизни, в нашей профессии. Здесь, сейчас секундочку, извините. Спасибо. 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 качество постановки диагноза и качество диагностики за счет улучшения методов визуализации и анализа изображений. Также мы все знаем, что теперь есть возможность выявлять молекулярные варианты опухолей, которые могут влиять на прогноз и наши терапевтические решения. Ну и также это открытие и подробное изучение онкогенов, это и эпигенетика, ну и соответственно мы сейчас все шире можем применять искусственный интеллект в лечении наших пациентов и диагностике. Хотелось бы заострить внимание, что же такое персонализированная онкология. Я могу сказать, что за последние, наверное, десятилетия, может быть чуть больше, у нас колоссальные изменения произошли вообще в подходах к терапии наших онкопациентов. Поменялась сама концепция и парадигма. Если мы четко раньше привязывали стратегию нашу и терапевтические опции к локализации, к диагнозу, то есть рак молочной железы или рак кишечника, там свои схемы, свои препараты, свои комбинации, то за последние несколько лет у нас произошли большие изменения, и часто мы видим, что одно и то же лекарство, оно подходит пациентам совершенно с различными нозологиями. То есть сейчас мы видим, что более 10 нозологий в онкологии, это мы возьмем наиболее значимых по численности пациентов, они нуждаются в проведении молекулярно-генетических исследований, и это заложено уже в систему ОМС, это финансируется государством, и благодаря этим исследованиям мы можем подобрать уже индивидуальное лечение каждому пациенту. Также еще раз напомню, что зарегистрированы препараты, которые могут использоваться для лечения многих типов рака при условии наличия определенного маркера. То есть проведя диагностику по стандартам, мы выявляем чувствительность к определенному препарату и назначаем терапию нужную и полезную для конкретного пациента. Ну и персонализированная онкология – это правильная комбинация традиционных и инновационных методов лечения для каждого нашего пациента. В итоге это дает возможность лечить и получать результат в гораздо большем числе случаев. Это дает возможность продлить жизнь нашим пациентам и сохранить ее качество, о чем мы чуть раньше говорили. Ну и теперь хотелось бы поподробнее остановиться на, наверное, некоторых моментах, которые интересны и которые мы сейчас в своей практике используем. И я вам расскажу о том, что мы сейчас уже имеем в своих руках. Во-первых, это таргетная терапия. Это воздействие, которое направлено на молекулы, которые участвуют в процессе канцерогенеза. Таргет в переводе с английского – это мишень или цель. И, соответственно, те препараты, которые называем мы таргетными, они нацелены на пути передачи сигнала и нацелены на уникальный фенотип каждой опухоли. То есть мы определяем маркер и, соответственно, бьем по определенным точкам, которые участвуют в канцерогенезе. Что это дает? Во-первых, это дает лучший результат. Во-вторых, это минимизирует наше, так скажем, нежелательное явление и воздействие на здоровые клетки организма. Здесь я хотела бы привести в пример успехи в лечении ряда нозологий, которые наиболее значимы и наиболее часто встречаются. И я сейчас в дальнейшем своем докладе покажу, что мы теперь имеем в терапии рака легкого, что мы имеем в терапии меланома, что мы имеем в раке предстательной железы и так далее. То есть есть нозологии, которые наиболее часто встречаются, которые наиболее значимы для нас. И, соответственно, наука, она не стоит на месте, она двинулась вперед, и она позволила нам добиваться больших результатов. Итак, рак легкого – это одна из лидирующих нозологий как в нашей стране, так и в мире по распространенности. И мы видим, что это одна из шести смертей от всех видов заболеваний. И если так вот посмотреть, то каждые 10 минут от рака легкого в России умирает один человек. И здесь представлены данные о том, как вообще изменялась ситуация с диагностикой рака легкого, и что изменилось за последние, так скажем, годы. Изначально, там, до 90-х годов мы просто имели в своем арсенале такой диагноз – рак легкого. Рак легкого и рак легкого. Лечим, кому можно оперировать – оперируем, кого можно облучать – облучаем, кому необходима химиотерапия – проводим химиотерапию. Но в 2000-х годах, в начале 2000-х мы уже стали делить рак легкого на немелкоклеточный и мелкоклеточный. Соответственно, подходы уже были к одному виду одни, к другому виду другие. Дальше, в конце 2000-х, через 10 где-то лет мы стали в своем арсенале иметь более продвинутые технологии в плане морфологического исследования, иммуногистохимический метод, и у нас уже появилось и аденокарциномы, крупноклеточный, плоскоклеточный рак, которые также стали иметь свою разницу в подходах и в прогнозе, и в подходах к лечению, и в тактике лечения. Ну и сегодня у нас есть достаточно много опухолевых маркеров, которые определяются с помощью иммуногистохимических методов, определяются с помощью молекулярно-генетических исследований. И, соответственно, мы уже можем подобрать ключик к определенным препаратам. Я чуть позже покажу, какова разница при использовании, допустим, современного, либо таргетного, либо иммунного препарата, и что мы в результате получили. Чем это отличается от того, что мы могли в своих руках держать, и как мы могли пациенту помочь. То есть насколько мы можем продлить его жизнь и хорошее качественное существование. Здесь тоже представлены данные по вариации опухолевых биомаркеров при аденокарциномии легкого. Мы видим это множество молекулярных, так скажем, данных. Это мутации, есть мутации, нет мутации. Это данные на самом деле уже десятилетней давности, то есть это появилось тогда. И сейчас большинство из них мы определяем, мы, онкологи, определяем на первом этапе, когда к нам попадает наш пациент, уже практически все в рамках ОМС. И, соответственно, дальше мы планируем свою тактику и стратегию, основываясь на этих данных. И если мы не определим ряд этих маркеров, то и страховая нас оштрафует, и пациент не получит того лечения, которое он мог бы получить. Ну и посмотрите, насколько изменились данные по продолжительности жизни наших пациентов по общей выживаемости с течением времени и появлением новых препаратов. Изначально, я напомню, это была просто химиотерапия, несколько препаратов, которые мы могли как в комбинации, так и в монорежиме применять. И наши пациенты, которые имели рак легкого, они могли иметь медиану общей выживаемости около 8-9 месяцев, это время среднее, сколько наши пациенты жили. Дальше у нас появляется возможность комбинировать препараты. Поняли, что, допустим, с препаратами платины, если мы даем комбинацию, то уже не 8-9, а около 10 месяцев наши пациенты жили. Дальше, в 2000-е годы у нас появились антиангиогенные препараты. Здесь уже общая выживаемость перевалила за год. И вот появляются у нас таргетные препараты. Это была революция в наших, так скажем, глазах. Мы в своих руках начали держать эти таблетированные препараты. Это так называемый эффект лазеря, когда пациент к тебе приезжал на каталке, лежачий, с болевым синдромом, истощенный. И если у него был выявлен определенный маркер, на тот момент, допустим, мутации GFR, и вы дали гифетинип, арлатинип на тот момент, то он у тебя через день, через неделю мог встать, и ты его через неделю не узнал. На самом деле и сейчас так есть. Мы можем подобрать этот ключик, и пациент из реанимации, который не мог глотать, которому раздолбили эту таблетку и ввели в зонд несколько дней, и это совсем другой человек. То есть это действительно дает шансы определенному количеству пациентов выжить и продлить жизнь и улучшить качество жизни, о чем я ранее говорила. То есть с появлением таргетных препаратов наши пациенты, метастатические, напомню, могли уже в среднем жить уже 18-19 месяцев. Ну и с появлением иммунотерапии, появлением в нашем арсенале комбинации иммунотерапии, химиотерапии уже, еще раз напомню, метастатические наши пациенты с диагнозом рак легкого, они уже больше двух лет имеют общую выживаемость, медиану общей выживаемости. Ну и здесь в качестве примера также по таргетным препаратам, внизу есть стрелочка, да, алектинип, который конкретно подходит к тем пациентам, у которых имеется АЛК-мутация, которую мы сейчас определяем всем пациентам с аденокарциномой легкую, не плоскоклеточной. То есть это входит в наш стандарт, и если у него есть эта мутация, это около 5-7% наших пациентов, и мы дадим, посмотрите, это даже не общая выживаемость, это медиана выживаемости без прогрессии. То есть пациент живет, и у него ничего не прогрессирует, может опухоль уйти, может стабилизироваться. То есть медиана выживаемости без прогрессии 34,8 месяца – это цифры для метастатического процесса, для рака легкого, который был когда-то приговором. Я думаю, это впечатляет для нас, онкологов, это, конечно, замечательная цифра. И чуть выше представлены комбинации, либо просто препараты, это из той же группы, это тоже таргеты. Но просто наука не стоит на месте. Сначала мы получили одно, потом мы получили другое, потом мы получили третье, и мы можем помогать нашим пациентам более качественно. Это просто, ну, чтобы это было наглядно, я так представила. Это другой препарат, тоже поставила этот слайд. Вы видите, что есть такой препарат, допустим, асимертениб, да, и если есть у пациента мутация GFR, и вы, ну, на самом деле она выявляется около, наверное, четверти наших пациентов, которые имеют аденокарциному легкого, и мы, если дадим такому пациенту в первой линии, то медиана выживаемости без прогрессирования, то есть это не продолжительность жизни, а просто без прогрессии пациент живет почти 19 месяцев, живет пациент без проблем, с хорошим качеством жизни, он может продолжать трудиться, он нормальную социальную жизнь ведет, и, ну, как бы все у него хорошо. Это тоже, ну, достаточно показательные данные из исследования, тоже по этому же препарату, вы видите, кривые расходятся, и медиана времени до последующей терапии в группе, которые получали, да, этот препарат, составляет 25 месяцев, то есть больше двух лет пациенты просто живут, живут, получая этот препарат и получают большую пользу от того, что они его получают, при том, что в группе сравнения это не просто плацебо или, там, химиотерапия, это тоже таргетные препараты, но первого поколения. Теперь мне хотелось бы поговорить о еще очень значимой группе, так скажем, препаратов, которые мы стали активно использовать, которые появились в нашей жизни. Это иммунные препараты, иммуно-онкология, это терапевтический подход, который направлен на использование собственной иммунной системы для борьбы с опухолью. В нашей онкологической жизни все перевернулось, ну, буквально, там, лет 10 назад, и поменялась эта парадигма, если цитостатики или таргетные препараты, это те препараты, которые, ну, били по раковым клеткам и убивали их, если говорить простым языком, то иммунотерапия – это совсем другая история, это дает возможность собственному иммунитету бороться с опухолью. То есть я чуть позже покажу, ну, основные моменты, что это такое, да. И в настоящее время насчитывается более 900 клинических исследований, которые направлены на изучение именно иммуно-онкологических препаратов. Это просто появляются они в нашей жизни, мы уже и названия, наверное, всех их не знаем. Итак, иммуно-онкология говорит нам о том, что иммунная система способна распознать специфические антигены и реагировать на антигенную стимуляцию. И она, наша иммунная система, может в норме обнаруживать и уничтожать опухолевые клетки. Почему это происходит? Потому что опухолевые клетки экспрессируют антигены, которых нет в нормальных тканях. Ну и если посмотреть на иммуногистохимические исследования образцов опухоли человека, то было показано, что есть корреляция между наличием этих иммунных клеток в опухолях и, допустим, с лучшими исходными заболеваниями. Ну и при подавлении иммунной системы риск развития онкологических заболеваний увеличивается. Ни для кого не секрет, например, пациенты, которые имеют ВИЧ-инфекцию, они подвержены заболеваниям онкологическим и риск гораздо выше. И здесь есть свои особенности, почему так происходит, чуть позже тоже покажу. Здесь немножко истории из иммуно-онкологии, именно иммуно-онкологии. И она начинается задолго-задолго до наших лет. И посмотрите, что еще в 1890-е годы Вильям Кули, это врач-ортопед, он подтвердил, что опухоли больных саркома, они уменьшались в размерах после вакцинации рожистой инфекции. То есть подстимулировали иммунитет, и саркома уменьшалась в размерах. Это, напомню, это 1890-е годы. Начало 20-го века Пауль Эрлих предположил, что опухоли возникают спонтанно и что иммунные системы могут одновременно распознать и защищать от них организмы. Он оказался прав. В 50-е годы Томас и Бернет сформулировали теорию иммунного надзора. Ну и в 90-е годы прошлого века Вандербюрген с коллегами, они впервые доказали, что клетки меланомы, они экспрессируют антигены. Это меланома на самом деле наиболее иммуногенная опухоль и наиболее злокачественная, как вам известно, которые были распознаны в условиях инвитроцитолитическими Т-лимфоцитами, которые были получены от пациентов с опухолью. В 95-м году было показано и установлено, что иммунные контрольные точки выступают регуляторами активации Т-клеток. И в 2000-е годы различные исследования подтвердили восприимчивость мышей, которые были лишены Т-клеток и Б-клеток естественных Т-киллеров, непосредством удаления определенного гена, который активировал рекомбинацию для канцер-индуцированного или спонтанного онкогенеза. То есть эти все исследования шли, и в результате мы знаем, что в 2018 году два ученых, японский Тасуко Ухунзё и Джеймс Эллисон, американец, иммунолог, они были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие терапии онкологических заболеваний путем ингибирования негативной иммунной регуляции. Ну и здесь стоит отметить, что наличие злокачественных новообразований, оно связано с нарушением работы иммунной системы. И иммунные контрольные точки являются частью, естественно, подавления избыточного или неправильного иммунитета. То есть эти контрольные точки, они работают в любом нашем здоровом организме и не дают, так скажем, развиваться каким-то аутоиммунным реакциям, но опухоли, они научились ускользать от этих клеток из-под иммунного надзора, и в этом вся и проблема, это запускается, этот механизм. Соответственно, подавление роста злокачественных новообразований посредством стимуляции противоопухолевоиммунного ответа приводит к тому, что наш иммунитет борется с опухолевой клеткой. Ну и здесь представлены данные о концепции иммунного редактирования и роли иммунной системы в развитии и прогрессии рака. Здесь есть разные стадии. Сначала все хорошо, иммунный надзор над опухолью, он работает, появляются изменения, какие-то нарушения в клетках, и они элиминируются за счет того, что все работает как часы. Дальше это равновесие или так называемый спящий рак, то есть есть генетическая нестабильность, есть гетерогенность опухоли и при этом иммунная селекция, ну и на определенный момент опухоль получает возможность уклоняться от иммунного надзора и в результате происходит прогрессирование опухолевого заболевания. То есть опухоли научились уходить от иммунного надзора, это основная мысль. Ну и особенности опухолевых клеток хотелось бы напомнить. Они могут перепрограммировать клеточный метаболизм для получения энергии, они могут избегать обнаружения и уничтожения со стороны иммунной системы, только что мы об этом говорили. Они неконтролируемо делятся, стимулируют рост новых кровеносных сосудов, так называемый неоангиогенез. Они научились избегать супрестоваров роста и оказывают сопротивление процессов клеточной гибели. Ну и здесь представлена разница, чем различаются нормальные клетки и клетки опухоли. То есть нормальные клетки имеют на своей поверхности молекулы, которые захватываются антиген-презентирующими клетками, то есть аутоантигены, которые не вызывают иммунного ответа. Ну а опухолевые клетки, они экспрессируют атипичные антигены, которые распознаются клетками иммунной системы, как чужеродные, и вызывают иммунный ответ. Но напомню еще раз, что опухолевые клетки научились избегать иммунного ответа. И какие же механизмы уклонения от этой ситуации? Во-первых, это потери экспрессии опухолевых антигенов на свою поверхность. То есть они перестают эти антигены на поверхности вырабатывать. Также опухолевые клетки научились секретировать иммуносупрессивные цитокины и привлечение иммуносупрессивных клеток. Ну и есть такое понятие, как сигнальный путь. То есть они используют сигнальный путь программируемой клеточной гибели и в результате также уклоняются от иммунного ответа и от гибели. Соответственно, они, токсические, напомню, Т-клетки, они способны распознавать и уничтожать опухолевые клетки. Активность наших Т-клеток, она подавляется взаимодействием рецептора ПД-1 и легандов, которые расположены на опухолевых клетках ПДЛ-1 и ПДЛ-2 для ограничения повреждения окружающих тканей при иммуном ответе. Ну и один из способов, которым опухолевые клетки уклоняются от воздействия иммунной системы, как раз реализуется за счет использования этого сигнального пути. Поэтому в нашей жизни онкологической все чаще и чаще звучат как раз такие понятия, как ПД-1 или ПДЛ-1 рецепторы, анти-ПД препараты, анти-ПД-1 или анти-ПДЛ-1 препараты. То есть вот откуда это взялось. Ну и напомню еще раз, почему же иммунотерапия – это революция в онкологии. То есть это поменялась вся концепция и парадигма в терапии наших пациентов в лекарственной терапии. То есть иммунотерапия, она не оказывает цитотоксических эффектов на опухоль, она не воздействует на саму опухоль, не убивает ее, и она подавляет механизмы иммунной толерантности. И универсальный механизм действия – это мишень Т-лимфоцит, а не сама опухоль. Ну и высокая эффективность – это возможность достижения длительной выживаемости в результате применения этих препаратов. Ну и несколько слов об иммунных контрольных точках. Это регуляторы каскадов реакции в иммунной системе. И, соответственно, они регулируют иммунный ответ в норме, предотвращают аутоиммунные заболевания, снижают сопутствующий вред. Ну, опухоли, напомню, они способны подавлять этот противоопухолевый ответ и активировать стимулирующие контрольные точки, и блокировать ингибирующие контрольные точки. То есть наши эти опухоли, опухолевые клетки, работают на этом уровне. Здесь это представлено, может быть, схематично и понятно, так скажем, то место, те мишени, куда бьют наши препараты иммуно-онкологические, либо ингибиторы PD-1, о которых мы говорили, или ингибиторы PD-L1. То есть либо это рецепторы на Т-лимфоцитах, либо это леганды на клетках опухоли. То есть благодаря тому, что эти леганды не взаимодействуют с этими рецепторами, соответственно, снимается блок с иммунной системы, и иммунная система, как и положено, как она должна это делать, работает и уничтожает сама уже эти опухолевые клетки, которые решили от иммунной системы скрыться. Ну и здесь роль как раз PD-1 и PD-L1 пути в онкологии. PD-Л1 выявлена в опухолевых клетках как немелкоклеточного рака легких. На опухолевых клетках меланомы, я напомню, что это одна из злокачественных опухолей, которая наиболее злокачественных, которая раньше имела такой очень плохой прогноз, а сейчас мы видим потрясающие результаты при использовании наших либо иммунных, либо таргетных препаратов. Также это и при почечноклеточном раке и опухолевых системы крови. Высокая экспрессия PD-L1 коррелирует с неблагоприятным прогнозом. Это более агрессивное течение, укорочение выживаемости и нарушение противоопухолевого иммунитета. Ну и экспрессия PD-L1 опухолевыми клетками, она может быть важным механизмом уклонения опухоли от ее разрушения иммунной системы. Ну здесь еще раз хотелось бы показать, что до всех этих успехов было много лет исследований и одно из первых в 2011 году это было исследование КИНОТ-001, где были как раз пациенты с меланомой и с немелкоклеточным раком легкого, где было самое большое клиническое исследование первой фазы в истории онкологии, как раз один из первых препаратов, который был зарегистрирован. И мы видим, что сегодня ситуация совершенно уже иная, и сегодня ингибиторы иммунных контрольных точек это одно из самых прогрессивных направлений в клинических исследованиях. Если мы посмотрим долю этих исследований, то она просто колоссальна в мире. То есть это очень перспективное направление, очень интересное, которое может принести пользу нашим пациентам. Соответственно, это перечень тех препаратов, которые зарегистрированы Российской Федерации, которыми мы уже работаем не только этими препаратами, но и их комбинациями или комбинациями с таргетами, между собой комбинациями или комбинациями с химиопрепаратами. Это мы видим, что количество показаний НИКОО нарастет. Если начиналось все с меланомы, не имело клетчатого рака легкого, то теперь это очень большой спектр нозологии, которыми мы можем лечить наших, использовать эти препараты и получать результат. Мы видим, что, допустим, один из препаратов, он может быть назначен или может использоваться, зарегистрирован, допустим, по 17 показаниям, по 18 показаниям. То есть один и тот же препарат будет работать и при одной, и при другой, и пятой, и десятой нозологии, и это будет работать достаточно эффективно. Здесь для наглядности хотела представить вам данные, такие долгосрочные, тоже слайд из, показывающий, так скажем, что же у нас было с иммунотерапией, что же с пациентами происходит. Это кривая общей выживаемости. Это одно из первых исследований такого препарата, как НИВУЛУМАП. Это препарат, который имеет самый длительный период наблюдения у пациентов с немелкотлечным раком легкого, да, который тоже достаточно агрессивный и с неблагоприятным прогнозом. Если вы помните, в начале лекции я говорила о том, что метастатический пациент в 90-е годы, который получал лечение у онколога, в среднем медиана общей выживаемости была 6-8 месяцев. Посмотрите, что сейчас. Здесь представлены данные и снимочки пациента, который участвовал в этом исследовании. И мы видим, что в 2010 году, когда его включили в исследование, он был с метастазами в печень, у него был распространенный рак легкого. Через 2 года, 2012 год, эти проблемы ушли. Мы на фоне этого препарата видим, что все чисто, нет метастазов, человек жив. И дальше этот пациент просто находился под наблюдением, он не получал этот препарат. И мы видим, что в 2019 год пациент жив, у него нет проявлений заболевания. То есть у этого пациента этот препарат сработал и излечил его, несмотря на то, что это была четвертая стадия заболевания. То есть мы видим, что есть результат. Конечно, это не у всех, это не 100%, это не панацея, не дает гарантии. Но те пациенты, которые, так скажем, потенциально могут получить пользу, если мы угадали с этим препаратом, то эти результаты впечатляют на самом деле. И также данные, видите, больной, у которого имеется рак легкого, у которого высокая экспрессия PD-L1, о чем мы говорили. То есть мы научились определять. И здесь данные, что было, это данные ПЭТ-КТ. Да, светятся у нас очаги и в легком, и в аксиллярных лимфоузлах, и в забрюшенных лимфоузлах. И через 4 недели после начала терапии мы видим, что совсем иная картинка достаточно чистой ситуации. Внизу мочевой пузырь – это просто выделяется препарат, радиофарм препарат, поэтому копит это, не проявление заболевания. Ну и раз мы говорили о меланоме, наиболее злокачественная опухоль, которая непредсказуемая, которую все, так скажем, всегда боялись, переживали. Посмотрите, что изменилось благодаря тому, что мы смогли использовать современные препараты при лечении этого заболевания. Здесь представлены данные по пациентам, которые имели третью и четвертую стадию заболевания. Если вы посмотрите на правый график, то в историческом контроле мы видим, что пациенты медианной выживаемости имеют общую выживаемость не очень высокую, и через 5 лет живы, там около 20% этих пациентов. Но благодаря тому, что мы могли использовать препараты такого уровня, такого класса в лечении этих пациентов, напомню, это или третья, или четвертая стадия заболевания, причем третья B, D стадии, то там в принципе еще даже не достигнут медиана, то есть нет данных по общей выживаемости, но мы видим, что через 60 месяцев, это 5 лет, наши пациенты живы, это 76% с таким заболеванием, благодаря тому, что этот препарат у этих пациентов работает. То есть это колоссальная разница между тем, что было там еще 5 или 10 лет назад. Ну и здесь также представлены данные по 5-летней выживаемости больных именно с меланомой, это то, о чем мы говорили чуть раньше по исследованию КИНОТ-1, и мы видим разницу и видим, как кривые расходятся, и наши пациенты, которые получают пембролизомаб в первой линии терапии, один препарат, это даже не комбинация, но это, напомню, те пациенты, которым этот препарат, благодаря предварительному обследованию, определению уровня ПДЛ-экспрессии, он подходит, да, потенциально мы понимаем, что у них эта польза будет, и какова разница между тем, что мы получаем с использованием этого препарата, либо мы лечим, допустим, обычными цитостатиками. Здесь также картинка, которая показывает о полном ответе у больного с метастазами в головной мозг, что мы обычно думаем, да, метастатическое поражение головного мозга, беда, но это человек обречен, нет, посмотрите, у него ПДЛ-экспрессия 60%, у него большой очаг в головном мозге, и что мы видим, через некоторое время нет очага, да, то есть при этом мы не использовали хирургический метод, не использовали лучевую терапию, это лекарственная терапия системная, причем мы этими препаратами не влияли на сами клетки опухоли, это иммунная система, которую благодаря этим иммунным онкологическим препаратам удалось разблокировать, она сработала и уничтожила этот метастатический очаг. Ну, почему же такой интерес к иммунно-онкологическим препаратам, к иммунно-онкологии? Потому что имеется возможность длительных ответов, то, о чем я вам показала, да, несколько примеров увеличения выживаемости на иммунотерапии. И вся, так скажем, весь смысл, вот посмотрите, хвост кривой так называемый, да, то есть те пациенты, то есть кривая опускается плавно и потом выходит на плата. Вот эта плата, этот так называемый хвост кривой, это показатель того, что те пациенты, которые, ну, с которыми, у которых мы угадали с терапией, к которым эти препараты подошли, они могут жить долго, они выйти на плата, и даже, несмотря на то, что имеют изначально метастатическое поражение, мы можем их, ряд пациентов даже излечить, либо, ну, в достаточно стабильном состоянии длительное время, не месяцах, как было изначально, да, там 6-8 месяцев общая выживалась, а годы. Ну, и каковы же перспективы и стратегии повышения эффективности иммунотерапии? Это, конечно, именно поиск тех факторов, которые повлияют на нашу стратегию, это поиск предикторов ответа, то есть мы определяем и ПДЛ-1, микросателитную нестабильность, какие-то генетические сигнатуры, ну, и, соответственно, мы видим, что мы можем увеличить популяцию тех опухолей, которые потенциально могут отвечать на эту терапию. За счет чего мы можем это сделать? За счет комбинации с химиотерапией, с комбинацией с антиангиогенными препаратами, с комбинацией с таргетной терапией, и, соответственно, мы приходим к более успешным решениям. Ну, и увидим, что такое понятие вошло в нашу жизнь, как микросателитная нестабильность, и в 2017 году, допустим, этот препарат, о котором мы говорили чуть раньше, там, пембролизумаб один из первых, он был впервые зарегистрирован при наличии такого маркера, как микросателитная нестабильность в опухолях, которые не зависят от гистотипа. То есть мы, онкологи, сейчас пациента, которого планируем, ну, метастатически, мы планируем какую-то стратегию лечения, мы направляем его материал для определения микросателитной нестабильности, вне зависимости от того, это может быть рак желудка, рак легкого, рак матки, может, ну, практически любая солидная опухоль, как это прописано в инструкции, и если микросателитная нестабильность high, так называемая, то есть она высокая, то потенциально этот пациент будет чувствительным, мы видим результаты нашей работы, ну, вот здесь не представила, но вот из опыта есть пациентка, у которой рак желудка метастатический, моя пациентка, которая 30 с небольшим лет, вот такая беда, которую оперировали несколько раз, несколько линий химиотерапии, ко мне она попала в 2019 году, вес 35 килограмм, с большим распространением брюшной полости, в, так скажем, у нее уже не было желудка, поджелудочной железы, в результате оперативного лечения и кучи метастазов, болевой синдром, худая, которую брат и папа привели, ну, вот, так скажем, под руки. Мы назначили ей в тот момент, попытались, ну, очередную какую-то линию химиотерапии, в монорежиме, ну, попытаться хотя бы что-то сделать, потому что, ну, молодая женщина с малолетним ребенком, ну, получили в результате попадание в реанимационное отделение с нарушением ритма и так далее. Ну, честно говоря, ничего нам хорошего не предвещало, но на тот момент появились как раз вот эти данные не так давно о микростолитной нестабильности и отправили на это исследование материалы этой пациентки. Оказалось, что она высокая, мы сай-хай, мы получили, и уже в тот момент мы имели возможность по, в рамках ОМС, этот препарат был зарегистрирован в Российской Федерации, мы дали этот препарат этой пациентке, она около двух лет его получала, буквально через, там, пару курсов она стала набирать вес, у нее ушли эти метастазы, около двух лет получала, там есть ему на посрединное нежелательное явление, но тем не менее, сейчас она лечения не получает, она работает, дочка выросла, поступила в медицинский колледж, который сейчас, то есть мы с ней переписываемся, но человек практически здоров, вес у нее уже за 50 килограмм, она живет, и она активна, и, наверное, ради этого стоит, когда ты видишь результаты, когда ты попал, конечно, это радует, и, может быть, мы не ожидали, но это действительно есть, то есть вовремя направить, сделать те исследования, которые мы можем сделать, и назначить то, что есть по инструкции, и мы можем угадать у достаточно большого процента наших пациентов. Ну и вы видите, что благодаря комбинациям, комбинированным режимам мы можем повысить фиткинность нашей терапии. Ну и какие фундаментальные предпосылки комбинированной иммунотерапии? Во-первых, это то, что иммунотерапия, она изменяет микроокружение опухоли и повышает ее чувствительность как к таргетной терапии, так и к химиотерапии. Инактивация опухоли в ассоциированных микрофагах, репрограммирование механизмов паскуляризации, ну а таргетная или химиотерапия, она повышает чувствительность к иммунотерапии, поэтому мы стали комбинировать, это все прописано в наших стандартах, и, конечно, мы видим тоже хорошие результаты, но здесь мы понимаем, что палка о двух концах, нежелательное явление, конечно, мы тоже видим, и это, наверное, тема для отдельных разговоров, и несколько слов я об этом чуть позже скажу. Ну и также мы говорили о том, что очень важна в онкологии диагностика, и если мы говорим о таргетной терапии, иммунотерапии, то, например, иммунотерапия, она требует особенной оценки ответа на лечение. Если в обычной нашей жизни онкологический ответ на лекарственную терапию мы оцениваем по критериям так называемым РЕЦИС, то здесь несколько по-иному все оценивается, и вот почему. Потому что мы видим, что выглядеть может на первых этапах иммунотерапии, мы видим часто увеличение размеров тех очагов, которые мы оцениваем, допустим, по данным КТ или по данным МРТ, но это не истинное прогрессирование, это за счет того, что клетки иммунные скапливаются вокруг опухолевых клеток, размер вот этого образования больше, но это не надо расценивать как истинное прогрессирование. В нашей практике появилось псевдопрогрессирование и, соответственно, оценка по АЕЦИС. То есть здесь тоже свои тонкости, особенности и хитрости. Это кратко то, о чем хотела сказать. Соответственно, здесь это важно знать и диагностом, и, может быть, вам, как докторам, которым тоже наши пациенты попадают, не надо их бояться. И здесь просто вам для общего разбития, для интереса вот эти слайды хотела привести в пример. Ну и теперь несколько слов о обратной стороне медали, о том, что мы можем получить в результате этой, как бы, сказать, успешной терапии. Мы видим, что те нежелательные явления, которые мы получаем в результате той же иммунной терапии, они отличаются от того, что мы получали раньше терапию цитостатиками. То есть мы привыкли, что он к пациенту, это лысый пациент, который там тошнит, у которого рвота, тошнота, у которого понос, пока плохие показатели крови. И здесь спектр нежелательных явлений, он совсем другой, связан он как раз иммуноопосредованным феноменом. И поражаются чаще, это может быть кожа, кожа, кожные покровы, то есть сыпь, зуд, это может быть изменение печени, то есть мы видим часто повышение трансаминаз, развитие гепатитов, это желудочно-кишечные осложнения, то есть различные колиты. И вот в своей практике, когда у нас достаточно широко появились в арсенале эти препараты, я вам могу сказать, что там один из первых моих пациентов, который получал эпилемумап по поводу прогрессирования меланомы, когда он попал к эндоскопистам, которые выполнили им колоноскопию, потому что там были определенные жалобы, они там, ну, волосы дыбы у них вставали, и они говорили, я такого никогда не видел в кишке. То есть, ну, жуть, то есть те явления нежелательные могут, тут надо взвесить все плюсы и минусы, то есть это не безобидное лечение, мы должны знать и говорить нашим пациентам, что может быть то-то, 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 и это может случиться. Как после первого курса, вот как сегодня я разговаривала со своими коллегами из другого учреждения, провели один курс терапии немелкоклеточного рака легкого, о котором пембролизумабом, на которое дал жуткий гепатит, и несмотря на то, что проводится все лечение, которое расписано в ваших стандартах, к сожалению, там, ну, проблемы это остается, и не знаю, удастся ли это справиться. Это одно введение. Мои пациенты, я знаю, что попадали в реанимационное отделение с пульмонитами, с пневмонитной недостаточностью после первого введения, там, через пару дней после введения препарата. Или вот тот пациент, про которого я говорила, с иммуноопосредованным колитом, он даже не понял, с чем это связано. Хорошо, он пришел к нам и говорит, вот такая беда. Он уже закончил получать терапию иммунным препаратом, а проблемы проявились уже после окончания этого лечения. То есть мы об этом тоже должны... То есть очень интересно, загадочно, и, ну, важно об этом знать. То есть могут и легкие, и почки, эндокринные системы и так далее поражаться и доктора, и вы должны об этом знать. И даже и в начале лечения, и после даже окончания этого лечения может проявиться. Здесь несколько данных как раз о времени до развития иммуноопосредованных нежелательных явлений. Мы видим, что они несколько различаются. Ну, гепатиты обычно, вот видите, они могут развиться в период чаще всего от 8 дней до 21 месяца. Это, например, гепатериоз. Это тоже наиболее частая патология, которая на фоне лечения может развиться. Она тоже достаточно быстрая, там, 1,4 месяца. Через полтора месяца мы можем увидеть эту проблему. И на самом деле у нас уже входит стандарт обследования, допустим, щитовидной железы перед назначением иммунотерапии. Ну, не буду здесь утомлять этими вещами, чуть дальше переключусь. Частота развития как раз этих иммуноопосредованных нежелательных явлений. Наиболее часто это, конечно, кожа, желудочно-кишечный тракт, легкие, поражение суставов, эндокринных органов, печени, неврологические, актримологические проблемы. Об этом не надо забывать и онкологам, и нашим коллегам любых других специальностей. Ну, и, кстати, вот было проведено интересное исследование, которое показало, что общая выживаемость у тех пациентов, которые имели иммуноопосредованное нежелательное явление, она оказалась выше, нежели у тех, которые их не имели. Ну, это вот надо выбирать. И мы видим, что ингибиторы иммуноконтрольных точек, они быстро прошли путь от перспективной инновации до стандарта терапии. Они крепко вошли в нашу жизнь. Я рада, что в нашей стране уже есть молекулы, которые получаем, то есть не только зарубежные препараты, а есть препараты, которые делаются у нас. Это не просто там женерики или что-то еще, это наши препараты, да. Надеюсь, это будет более активно развиваться, учитывая ту ситуацию, которая есть. Также мы видим, что иммунотерапия, она развивается вдруг в двух стратегических направлениях. Это поиск биомаркеров и селекции, и также исследование комбинированных режимов препаратов. Также это важнейшая клиническая особенность иммунотерапии. Это длительные ответы, которые я вам показала на примерах, и длительная выживаемость у тех пациентов, которые ответили на терапию. Ну и иммунотерапия требует особо методов контроля эффективности, тоже о чем мы говорили, и особенный профиль токсичности иммунотерапии. И хотелось бы также сейчас перейти к некоторым заболеваниям, которые социально значимы, которые часто мы видим у таких пациентов. Какие же успехи, кроме иммунотерапии, таргетной терапии, о которой мы говорили? Например, возможности гормональной терапии ракопростата. Не так давно мы не так много методов могли использовать в нашей тактике. Это хирургическое лечение, лучевая, антигормональная терапия. Но за счет того, что в своем арсенале мы получили второе поколение антиандрогенов, то благодаря этому мы научились контролировать заболевания и повышать общую выживаемость наших пациентов, причем на многие годы. У нас появилось не так много, но несколько препаратов, которые просто изменили эти показатели на годы. То есть процесс шел, разные исследования одного метода, препарата и так далее при различных вариантах этого заболевания. Ну и вот в качестве примера, да, ну показательно. Хотела представить данные одного из исследований. Это препарат Аполутамид, который также он входит уже в наш стандарт 2-го поколения антиандроген. Мы видим, что если мы пациенту с метастатическим гормоночувствительным раком простаты, метастатическим, еще раз повторю, да, даем этот препарат в первую линию, то мы дарим ему более 4,5 лет жизни, снижаем риск до экстремиционной резистенции, до прогрессирования. Это не общая выживаемость, это просто время хорошей жизни, качественной, без практически проявлений заболевания. Ну и здесь данные по лечебным опциям ракопредстательной железы, которые также, еще раз повторю, достаточно много успешных моментов и вариантов лекарственных опций мы получили за последние годы. То есть мы можем за счет использования этих комбинаций и улучшить качество жизни и продлить эту жизнь на годы в сравнении не из плацебо, еще раз напомню, а с препаратами другого поколения. Ну и вот то, на чем хотелось всегда оцентировать внимание, что цель лечения – это как раз сохранить максимальное качество жизни в долгосрочной перспективе. Это касаемо наших пациентов, которые имеют метастатическое поражение. Но здесь также просто в качестве примера, насколько мы можем увеличить время медиана до появления метастазов, то есть два года за счет того, что мы дали просто новый современный препарат. Мы можем увеличить время без метастазов. Это другой препарат, это третий препарат. То есть мы даже можем выбрать между этими препаратами, и они примерно имеют одинаковые показатели. И здесь этот будет выбор базироваться на том, какую сопутствующую патологию эти пациенты имеют. Но в целом цифры у них будут сопоставимы. И хотелось бы также обратить ваше внимание и несколько слов и слайдов показать по раку младшей железы. Это также одно из лидирующих заболеваний по нашей практике. Эти пациенты заболеваемость увеличивается. Это социально значимое агрессивное заболевание. И мы видим, что оно имеет достаточно высокую частоту метастазирования. Но и здесь хотелось бы о другую группе препаратов несколько слов сказать о так называемых CDK-4,6 ингибиторах. Это тоже относится к персонализированной терапии. И опять мы обратимся к Нобелевской премии, которая была присуждена в области физиологии и медицины в 2001 году как раз за открытие этого клеточного цикла и вот этих циклинзависимых киназ. И здесь представлен метаанализ достаточно большого количества регистрационных клинических исследований в 2019 год. Это более 50 тысяч пациентов с гормонопозитивным раком молочной железы. И мы видим, что если использовать эти препараты и дать их пациентам нашим, которые имеют рак молочной железы, на ранних стадиях лечения, то мы видим, что эта терапия превосходит стандартную эндокринную терапию. И они имеют также преимущество перед химиотерапией. Это представлены данные по метаанализу разных клинических исследований по CDK4-6 ингибиторов. И мы видим, что показано достоверное снижение риска смерти на 24%, если мы используем эти препараты в комбинации с эндокринной терапией, нежели мы, как и раньше, просто использовали эндокринную терапию. И здесь тоже достаточно такой визуально-показательный слайд я представила. Это эволюция нашей гормональной терапии у пациентов, которые имеют чувствительность к гормональной терапии и прорыв в эффективности первой линии терапии. То есть есть у нас пациентка, которая имеет метцетатическую болезнь, рак молочной железы. Таких пациентов много, к сожалению. Но если мы дадим комбинацию на первом этапе такой пациентке, как это прописано в стандартах, и эти препараты на самом деле доступны, ну, зависит от региона, но тем не менее, то мы видим, что медиана выживаемости без прогрессирования составляет больше двух лет, до 28 с лишним месяцев. Это, напомню, не общая выживаемость, не медиана, а медиана выживаемости без прогрессирования. Если мы сравним с теми возможностями, которые, ну, какое-то время назад мы имели, просто давали бы гормональные препараты, это было 6 месяцев, да, есть разница, 6 месяцев или 28 месяцев. Пациентке просто жить нормальной, качественной жизнью и с контролем заболевания. Напомню, это метастатическое заболевание. Ну, и здесь представлены данные о том, что как правильно выбрать терапию, почему важно назначить правильную терапию на начале, на начальных этапах лечения. Видите, зелененькая, так скажем, стрелочка, мы видим, что медиана выживаемости без прогрессирования составляет тут практически 28 месяцев. Если бы мы давали те препараты, как давали их раньше, там, гормональный препарат один, гормональный препарат другой, то есть мы меняем линии, и с каждой линией у нас все хуже и хуже это медиана выживаемости без прогрессирования. Если мы дадим нашим пациентам хорошее лечение сразу, то это сохранит и качество жизни, и улучшит неболевой синдром, ну, и также повлияет на общую выживаемость. Это не один препарат, это несколько препаратов, которые также имеются в нашем арсенале, и примерно одинаковые цифры, как по медиане общей выживаемости, так и по снижению риска смерти. Но это тоже эти данные все в один слайд, по разным препаратам мы видим, что примерно одинаковая картинка. Ну, и мы видим, что и достоверно увеличивают выживаемость, без прогрессирования больше, чем на год, снижают риски прогрессирования и контролируют опухолевый рост у большого числа пациенток. Также значительно улучшает контроль болевого синдрома. Если мы дадим этот препарат на начальных этапах, мы где-то через, ну, там уже недели 3-4, мы видим, что пациент, который был на, возможно, на наркотических даже препаратах, у него снижается потребность в обезболивающих препаратах, он лучше себя чувствует, ведет активную жизнь. Ну, и вторая линия, мы тоже видим прогресс, да, если есть пациенты, которым когда-то назначали просто гормональную терапию, если мы при прогрессировании даем опять эту же группу препаратов, то также мы получаем очень хорошие результаты по медиане выживаемости без прогрессирования. Ну, и вы видите, что здесь как раз представлен реально клинический опыт, который показывает изменения вообще по ходу гормонально-чувствительного рака молочной железы, и как только появились эти препараты, они все больше и больше вошли в нашу практику, и мы видим, что данные американские, да, ну, это чуть раньше 17-й год, ну, чуть меньше 60% пациентам получали эту терапию, но вот я делала данные по Московской области, где я живу и работаю, да, и что же у нас, и мы видим, что рост назначения этих препаратов, как только они вошли в жилую НП в 2019 году, и что мы видим сейчас, у нас 63% пациенток получают эту терапию, мы им назначаем, и здесь хотелось бы отметить, здесь нет стремления к 100% назначения, то есть это очень хороший показатель, который коррелирует с тем, что мы имеем в мировой практике. Ну, и еще несколько слов о другой, так скажем, стороне рака молочной железы, это тоже относящийся к персонализированной онкологии, а именно так называемая гиперэкспрессия HER2, это, так скажем, более агрессивный вид рака молочной железы, который имеет эту экспрессию на поверхности своих клеток, это где-то четверть таких пациенток, и обычно у них это и меньшая эффективность стандартных режимов химию и эндокринотерапии, это ухудшение безрецидивной и общей выживаемости, и высокая частота метастатического поражения головного мозга. И мы видим, что, в принципе, с появлением возможности определить этот маркер и появлением препаратов, которые могут воздействовать на этот механизм, в принципе, шансы этих пациенток, они уравнялись с более благоприятными вариантами течения рака молочной железы. И если мы можем использовать те препараты, которые показаны у данного вида опухолей, то мы достигаем очень хороших результатов. И на чем же это основано? Это основано на том, что существует определенный рецептор, и в этих опухолевых клеток происходит гиперэкспрессия этого HER2-антигена за счет демеризации рецепторов этого семейства, за счет активации сигнальных каскадов, за счет этого происходит нарушение пролиферации и дифференцировки опухолевых клеток. Соответственно, происходит опухолевой рост. И, соответственно, здесь несколько слов о том, какие возможности мы имеем в нашем, так скажем, арсенале, нашем арсенале онкологов в терапии неодивантной. Чуть-чуть поясню. Это та терапия, которую мы используем перед операцией, чтобы уменьшить размеры опухоли, чтобы сделать опухоль операбельной. Но и оказалось, что если мы проводим лечение предоперационное, кому это показано, то мы можем перевести, во-первых, из неоперабельного в операбельный. Также мы сможем нормально контролировать процесс и выполнить операцию с уверенностью в радикальности лечения. Ну и, соответственно, мы можем оценить, насколько те препараты, которые мы назначили, будут эффективны. И парадигма основная или концепция нашей ранней ракомолочной лизы, мы должны назначить ту терапию, которая эффективна, максимально эффективна. То есть мы ее должны назначить в самом начале для наших пациенток. И то, чем мы можем измерить наш успех, это достижение полного ответа. То есть опухоль ушла, ее не видно ни на маммограмме, ни руками, вы ее не определяете ни по УЗИ. Но и даже прооперировав эту пациентку, наш морфолог скажет, у нас полный морфологический регресс ни в узлах, ни в опухоли, не осталось живых опухоли у клеток. Это тоже не является какой-то там казуистикой. И мы видим, что если мы хорошо лечим наших пациентов, у которых рак молочной железы, причем там может быть вторая, третья стадия заболевания, и мы назначаем это лечение «Подходит», которое персонализированное, благодаря тому, что мы определили наличие определенного статуса этих пациенток, то мы попадаем в цель и можем достичь того, что опухоль полностью уходит. Зачем нам это нужно? Почему бы сразу, как говорится, не убрать эту опухоль хирургически, а как раз было показано, что если мы предоперационно проведем правильную хорошую терапию, то шансы на потом длительную выживаемость, а не выше. Здесь это было показано во множестве международных исследований, то есть это мета-анализ был проведен. Соответственно, и бессобытийная выживаемость, и общая выживаемость выше у тех пациенток, которые получили терапию этими препаратами. Ну и у нас есть ряд режимов и схем, которые позволяют нам этого добиться. Если мы обратимся к результатам, то посмотрите, полную регрессию при правильном лечении мы можем добиться более чем у 60% пациентов, которые имеют… Это очень большие цифры, и это очень важно. И если посмотреть на эффективность, она будет эффективна и при распространенных отечно-инфильтративных формах. Мы видим, что частота полного морфологического ответа более чем в 60% случаев, частота объективного ответа в 95% случаев – это тоже очень хорошие цифры. И, соответственно, снижаются риски неблагоприятного события, и при этом не повышаются риски кардиологические, которые характерны для этой группы препаратов. Ну и несколько слов еще о препарате и такой концепции, подходе, как комбинация различных молекул в одном препарате. То есть есть таргетный препарат, который соединили очень удачно с цитостатиком, и благодаря определенному механизму и попаданию этого препарата в опухолевую клетку происходит воздействие цитотоксического компонента именно в опухолевой клетке, минимизируя воздействие на здоровые окружающие ткани. Это тоже один из препаратов, который достаточно уже давно вошел в нашу жизнь, и мы видим результаты. Это метастатические пациенты, и мы видим разницу при терапии данной группы пациентов таким препаратом, что мы имеем хороший результат по бессобытийной выживаемости, по общей выживаемости. Даже у тех пациентов, которые, например, имеют метастатическое поражение головного мозга. Посмотрите на цифры, да, это общая выживаемость пациенток, которые имеют метастатический процесс и метастазы в головной мозг, у них медиана составляет более двух лет. Эти пациенты живут, могут работать и так далее. Но все, к чему я хотела это сказать, рак это не приговор, не надо бояться наших пациентов. Исследования проходят, появляются новые препараты, появляются новые опции, возможности. Будем надеяться, что это будет все полезно нашим пациентам, и мы будем иметь возможность лечить их, как это надо делать. Благодарю за внимание. Спасибо. Постаралась мне оторвать. Давайте посмотрим вопросы. Есть ли у нас там вопросы. Так. Давайте устно, да, пока я смотрю. Пожалуйста. Да. Давайте. Не мелкоклеточный, рак легкого. Не мелкоклеточный, рак легкого. Это гистологический потип. То есть концепция такая. У нас есть диагноз рак легкого. Сюда встаньте, чтобы... Да, морфолог, в виде микроскоп, нам может сказать, это мелкоклеточный или не мелкоклеточный. От этого зависит тактика лечения и прогноз. С чем связано истинное гиперпрогрессирование при... Иммунотерапии. При иммунотерапии. При иммунотерапии, ну вот как я говорила, есть прогрессирование, псевдопрогрессирование, на которое много внимания уделило, да. Но здесь вопрос как раз об истинном, наверное, все-таки прогрессировании. Если истинное прогрессирование, значит препарат не работает. Такое, к сожалению, тоже может быть. А если это псевдопрогрессирование, гиперпрогрессирование, это за счет того, что иммунные клетки приходят к опухоли, и просто объем, так скажем, этого очага, он становится на какое-то время больше, пока эти опухолевые клетки не уничтожены. Это обычно развивается на 8-й где-то неделе лечения, 6-й, 8-й неделе лечения. Но потом, через какое-то время, при втором и последующем обследовании, мы видим, что опухоль начинает уменьшаться. То есть за счет ответа иммунной системы. Я думаю, не очень удачный термин прогрессирования. Просто все привыкли к прогрессированию как к опухоли. А здесь не опухоль прогрессирует, а ее внешний вид. А у нас отек там, грубо говоря, и воспаление появляется. Так, сейчас, 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 так, куда-то у нас. Акцентируйте внимание, ну давайте, если вы лучше видите, давайте. Вы акцентируете внимание на метастатический рак, значит, первичного очага нет, или первичная опухоль меньше реагирует на лечение. Поясните, пожалуйста, спасибо за ответ, за лекцию. Да, хороший вопрос. Просто, нет, конечно, первичная опухоль отвечает на лечение. Просто если это ранний рак, мы, наверное, все-таки реже используем лекарственную терапию, на которой я сегодня сделала акцент, а чаще используем, допустим, хирургическое лечение. И лекарственную терапию используем в качестве так называемого адюанта, то есть профилактической терапии, в течение какого-то времени после хирургического лечения, что дает нам возможность отдалить сроки прогрессирования и снизить риски. А метастатический рак, его достаточно много. И в любом случае мы понимаем, даже если это ранняя стадия, на каком-то этапе достаточно приличное число пациентов, оно спрогрессирует, и у них могут появиться метастазы, даже при том условии, что мы провели удачное лечение на начальном этапе. Поэтому здесь акцент, чтобы показать, какие возможности у нас появились, и не надо отчаиваться, не надо складывать, так скажем, руки. Даже, казалось бы, в сложных ситуациях мы можем помочь пациентам. То есть акцент был из-за этого поставлен. Ну, я бы сказал так, по бытовому. Есть рак, а есть рак с метастазами. Это две разные болезни. Нет, это одна болезнь. Нет, я по бытовому. Если рак мы как бы там ножом взяли, вырезали, то рак с метастазами – это всегда был приговор, в общем-то, по большому счету. Поэтому сейчас мы обсуждаем то, что был в приговоре. Да, то есть акцент на то, что даже распространенный процесс не является приговором. Примеры приводил тому. В чем заключается использование искусственного интеллекта в диагностике? Используется ли специальная программа при разработке тактики лечения? Отличный вопрос. Я в начале лекции говорила об этом. Искусственный интеллект, он уже начинает применяться, и я думаю, за этим большое будущее. Допустим, в обработке рентгеновских, ну и даже не рентгеновских, а методов. РКТ скорее. Да, РКТ, да, обследований, которые позволяют, так скажем, минимизировать человеческий фактор и выявить какие-то моменты. То есть искусственный интеллект, допустим, позволяет выбрать какие-то проблемные зоны, и потом это отсматривает уже человек. Также в морфологии тоже будет, я думаю, бурное развитие искусственного интеллекта, когда куча окрасок, куча разных подтипов, куча методов иммуногистохимических исследований. То есть это, ну здесь однозначно роль искусственного интеллекта, она очень важна, и это будет развиваться, это очень важно, это более точно. Ну, я просто в качестве комментария буквально там месяц назад на стартапе показывали, ребята сделали микроскопу приставку свою, ну российско-московско-то, на коленке слеплено, и, значит, смотрят клетки крови. Ну, опухолевые, неопухолевые и так далее. Я говорю, ребят, все мутно, ничего не видно. Потом понимаешь, мне-то не видно, искусственному интеллекту видно, ему-то до этого мутишь все равно уже. И в этом разница, потому что искусственный интеллект начинает находить те признаки, те критерии, которые вы не видите. Вот это, так сказать, его очень интересное дополнение к нашей жизни. Еще вопросы? Да, конечно. Тоже хороший вопрос. Надо повторить, потому что не слышно. Я повторю тогда, да, отсюда. Был задан вопрос, для кого более эффективна иммунотерапия, для более молодых или для более пожилых. Все верно? И на самом деле здесь возраст не имеет значения. Поджелудочная? Вилочка. А, вилочка. Тимус. Ну, здесь не все так просто с иммунотерапией. И не на уровне, наверное, вилочковой железы. Там, если брать, так скажем, по простому схему работы иммунных препаратов, или там, как все это происходит, или там иммунного ответа в организме, то есть есть антигены, которые на опухоли клетки появляются, да, есть дендритные клетки, которые к ним подходят и их распознают. Дальше эти дендритные клетки идут в лимфоузел, и там представляют эти антигены в лимфоузле уже Т-лимфоцитом. Дальше Т-лимфоциты из нативных превращаются уже как бы они, да, то есть, да. И тут не совсем так все просто. Вот, а опухоль, они научились ускользать от этого иммуноответа за счет того, что они либо воздействуют на супрессор, на регуляторы, то, что в микроокружении. Соответственно, иммунотерапия, она убирает этот блок. И на самом деле иммунные препараты, они тоже там несколько классов. Одни воздействуют на одно звено, другие на другое, как там PD-L1, а есть PD-1. То есть, там разные участки, и там это сказывается, например, на переносимости этих препаратов тоже. Кто-то работает на опухолевой клетке, на ее этих лигандах, так скажем, а кто-то на Т-лимфоците. То есть, вот так. Точки приложения несколько разные. И тут дело не в тимусе, а тут более сложная такая система. Ну, я сегодня немножко буду адвокатом дьявола. Я скажу, что, конечно, это коммунитет не имеет никакого отношения. Это, на самом деле, клеточная регуляция, в которой принимают иммунные клетки непосредственную роль. Играя как макрофаги, как фибробласты, как лимфоциты и так далее. Это клеточная регуляция, да, и факторы микроокружения, факторы взаимодействия клеток. Ну, это как раз вот не так важно, да, тонкости, потому что это не... Запутывается. Да, иначе мы начинаем говорить иммунитет, говорят, ой, а бактерии, ой, о вирусы. Это совсем из другой серии, это просто совсем о другом. Здесь мы говорим о клеточной регуляции процесса, да. Опухоль теряет клеточную регуляцию, ее основное свойство. Она перестает чувствовать то, что ее должно регулировать. Вот, и мы сейчас пытаемся вот этими новыми подходами, ну, мы, это вы, конечно, мы тут со стороны. Мы тут ученые, которые в архитуре, да. Вернуть какую-то регуляторную составляющую в этот процесс. Ну, это не панацея. Конечно, конечно. Это не панацея. Это очень важное такое новое направление, да. Еще вопросы? К опухолям? К опухолям? Ковидам? А, ну, то есть как он повлиял на... На опухоли? Ну, на пациентов, которые страдают... Нет, 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 нет. Я так понимаю, что вопрос по другому. Для развития. Повлиял ли ковид на развитие опухолей? Я правильно понял? А, ну, подождите еще. Таких данных еще нет. Это должно пройти время. И проведен анализ того, что есть... Не могу сказать. Есть пациенты, которые в процессе терапии переболели ковидом, и, ну, спокойно его перенесли, и точно так же продолжили это лечение. Есть пациенты, которые начали бурно прогрессировать, перенеся ковид. Но с чем это точно связано, это сложно сказать. Это должно быть, ну, очень такой тщательный анализ, обработка данных, и это должно пройти время. То есть это много факторов, и, так скажем, однозначно... У меня встречный вопрос к вам. А почему вы считаете, что ковид должен влиять на частоту опухолей? У нас есть врач, она делает это опухолей. Она, наверное, в том году, она в классе стала чаще взять аналогию, вот, в том, что это... А почему это так... Вы знаете, это требует очень, очень хорошей статистики, потому что, я понимаю, значит, смотрите, мы можем сходу проспекулировать, что она просто чаще стала смотреть... Или присылать никого надо. ...таких больных, потому что появилась какая-то настороженность, всех стали отправлять, и она увидела больше. Поэтому это нет. Здесь, вы знаете, я даже, может быть, скажу следующее. Вот, ну, ковид появился, первая волна, там, вторая волна, но если мы возьмем статистику по 20-му году, то заболеваемость, то есть онко, она стала ниже, по крайней мере, там, в Московскурс и так далее. То есть, если мы берем цифры абсолютные, то она стала реально ниже. С чем это связано? Скорее всего, что пациенты не обращались или поздно обращались. То есть, скорее всего, сейчас пойдет. Но это не истинное влияние. То есть, это влияние самой ситуации на то, кто приходит, когда приходит, кто направляется. Тут здесь очень много факторов, которые могут на эту ситуацию повлиять. Данных нет. Ну, я бы их не ждал бы только. В ближайшее время точно. Да вообще. А какой ковид может иметь отношение к опухолю? Да нет, ну, Господь с вами. Нет, я думаю, что нет. У нас же вирусная теория рака так и не состоялась, по большому счету. Так она... А? Это доказано. Рак шейки матки... Это не рак, вызванный вирусом, а это связано. Связано, да. Так же, как гепатит вызывает повышение частоты рака печени. Но это не вызванный, судя по всему, вирусом, а связанный с воспалением, с циррозом. Ну, да, понятно, вирус ВПЧ человека, 16-18-й подтип, конечно, риски рака там значительно выше. То есть у тех пациентов, у которых определялись эти штаммы, они будут... То есть у тех, у кого рак, конечно, чаще всего будут вот эти вирусы пепеломы человека. Ну, и гепатит и ГЦР тоже это взаимосвязь, но там тоже гепатит В или С, и цирроз. То есть это не прямые связи, так же, как у нас язва желудка, если вы помните, кто постарше, да, что рак желудка был предраком официально, да, он так, собственно, и остался. Мы теперь знаем, что это геликобактер. Какой геликобактер имеет отношение к раку? Да никакого, к язве. Ну, какой-то имеет. Ну, это не напрямую связано, не геликобактер вызывает рак, а это... Ну, хорошо. Череда событий, которые приходят... Ваш рак молочной железы, да. Женщине дали кулаком в грудь. Ну, известнейшая же ситуация. Или она ударилась. У нее рак молочной железы. Это что, причина? Это не причина. Это триггер, который запустил процесс. Еще. Ну, хорошо, тогда я позволю себе несколько слов, да, заключительных. Вы можете присаживаться. Спасибо. Я еще раз скажу, что я сегодня буду адвокатом дьявола, потому что очень многие вопросы, которые сегодня прозвучали, они пока остаются вопросами. На них нет прямых ответов, несмотря на то, что все поменялось. Ну, первые мои, так сказать, позиции любимые, что ранняя диагностика не всегда правильная вещь. Ну, посмотрим. Сейчас, может быть, эта ситуация поменяется. Но когда мы говорили о смене парадигмы от лечения рака с помощью ножа на лечение с помощью препаратов, уже этот вопрос очень сильно подвис. И вы знаете, есть огромные исследования, которые доказывают, что раннее выявление рака молочной железы ничего не дает, не добавляет женщинам и так далее. Сейчас мы имеем совершенно другую снова смену подходов к терапии, поэтому это утверждение, которое прожило там лет 30, наверное, на 25 точно, может быть изменено. Ну, надо за этим последить. Второе, конечно, это точно останется, что раннее начало терапии дешевле, чем позднее начало терапии. Это точно неправда, потому что препараты, которые сейчас используются, они настолько дорогие, что вообще ни о какой дешевизне говорить не приходится. Но что мне очень понравилось в сегодняшнем выступлении, и это я бы прям пропедалировал, что онкология у нас сейчас становится вопросом государственным, организацией здравоохранения, а не столько медицинским, потому что если мы не дадим сегодня доступ больным к этим препаратам, то грош цена всем этим разговорам. Да, потому что эти препараты, они не могут быть куплены человеком, у него нет таких денег в принципе и не будет никогда. Значит, это все ложится на плечи государства, и государство должно понимать, что оно будет нести на себе. Понятно, что стандарты, понятно, что клинические рекомендации, все это так, но, конечно, остается огромный вопрос в отношении оценки медицинских технологий. Потому что мы должны точно понимать, на что мы тратим деньги. На добавленные два месяца жизни, как это было при многих препаратах еще 10 лет назад, да, когда нам рассказывали, как супер-пупер, вот два месяца добавили. Надо ли вкладывать в эти два месяца? Не знаю, с точки зрения врача, с точки зрения больного понятно, но с точки зрения государства уже вопрос. Но когда вам, конечно, говорят про 20 месяцев и у больного с метастазами во все места, куда только можно, конечно, это вызывает уважение, и тут нужно четко понимать, что в это нужно вкладывать. К сожалению, я не задал вопрос, но ничего, вы с места можете ответить. Сейчас вышел новый приказ на здраво, который изменил практику ведения больных, и похоже, что там все это дело вообще отменяется. То есть больные привязываются к месту жительства, а по месту жительства там может не быть денег, могут им не дать препараты и так далее. Ну, я еще раз повторюсь, может быть, что мера ответственности чиновников вот в данной конкретной сфере онкологии, она становится очень высокой. И чиновники этого пока не осознают, а им надо бы это дело объяснять, потому что они, к сожалению, продолжают пользоваться какими-то своими устаревшими представлениями, мыслями и так далее. Но, в принципе, на глазах, я, кстати говоря, ни одного препарата уже, по-моему, не знаю, с того, что вы перечислили, потому что, ну, я, конечно, не специалист, так рядом пробегал. Но, в принципе, конечно, изменения происходят фантастически, с огромной скоростью, и успеть простому врачу, простому человеку за этим невозможно. Значит, должна быть какая-то очень мощная пропагандистская кампания по тому, как и что делать. У меня масса примеров и негативных, и позитивных, очень разных. Ну, например, у меня есть знакомая, лет 20 уже прошло, которая приехала ко мне из другой страны, с четвертой стадии рака яичников, ее положили в сороковую больницу за деньги, открыли, зашили, сказали, ну, там асцит, она уже не могла лежать. Вот, и я ее отправил к леченицам, ну, так, в качестве отчаяния, говорю, Михаил Романович, ну, ну, давай, переводи. Она жива, ее химией полечили, она дождалась внуков, по-моему, уже там к правнукам дело идет. Это вот возможности современной терапии. То есть вопрос отчаяния, он, конечно, совершенно неправильный. Надо пытаться добиться. Как добиться, куда добиться, не знаем. Противоположный пример. Мы его докладывали только что на вебинаре. Больной с ХЛЛ, лейкоцитоз 200, он приходит к гематологам в федеральную организацию, они говорят, а надо привиться. Он говорит, а я боюсь. А ну, иди отсюда. И вот он ходит с лейкоцитозом 200 тысяч, и он не получает химиотерапии. Как с этим быть? Кому оторвать башку? Ну, понятно, что врачу это понятно, но ведь над врачом чиновник сидит. Это же не врач сам придумал такие условия для того, чтобы лечить. Может быть, надо было с больным поговорить. Я не знаю, я конкретно же не сидел там за столом с врачом и не знаю, какой разговор был. Может быть, больной вообще не комплоентен, потому что мы ему и сейчас говорим, что надо идти взять химиотерапию. Там же ерундовое лечение, там же нет такого ничего особенного. Это же не эти опухоли, про которые только что шла речь. Многие больные боятся, многие больные не додумывают или передумывают что-то сами. И это вопрос пропаганды в том числе очень серьезный. Поэтому, конечно, то, что мы сейчас видим с позиции развития научной, это одно. А с позиции нашего, так сказать, здравоохранения, нашего народа, нашей дремучести, извините, и врачебной в том числе, кстати, это же не только больные. Врачи же еще более дремучие. Половина больных врачей отговаривают, что он там делает, вы уже пожили, подумаешь, у вас рак четвертой стадии, хватит уже. Это же реальные вещи. Вот эта проблема огромная, она остается и нам с вами, как обществу терапевтическому, конечно, ее надо решать. Потому что никакие онкологи не справятся ни с врачами общей практики, ни с больными. Они уже получают на конце пациентов, уже когда что-то произошло. Вот, поэтому мы, конечно, будем возвращаться вновь и вновь к онкологической проблематике. Это для нас очень важная проблематика. Больных много, но главное не то, что их много, а главное то, что им можно помочь. И это в значительной мере наша непомощь зависит от нашей малой квалификации, малых знаний в этой области. Так, ну у меня, по-моему, все-таки выключился, да, опять? Нет? Ну у меня что-то не работает. Вот, ну, в общем, я на этом позволю себе закончить короткую, заключительную речь, поблагодарить за интереснейший доклад. Да, в общем, даже не столько он интересный, он очень важный. Да, он важный, потому что он просто вот открывает врачам абсолютно другие подходы к терапии, которые появились буквально за несколько лет. Я не уверен, что это 10 лет, я думаю, что это короче срок. А? Ну, смотря как считать, откуда считать. Нет, ну, наверное, если мы будем считать там тирозинкиназа, то это больше 10 лет, да. Да, кстати говоря, вот тоже я всем врачам говорю, ребят, вы забудьте про всякие классификации, там, рак желудка, рак кишки, рак еще что-то. Да, вот тирозинкиназа, это вот, это опухоль, она может быть там, там и там. И вся наша классификация, с которой мы привыкли жить, она совершенно сейчас исчезла, она совершенно другая. Вот, но это ладно, это как раз не так важно, важно, что мы просто действительно сейчас находимся на переломном моменте. Эти препараты рождаются, мне кажется, каждый день, да, ну, буквально в смысле. И очень здорово, что и у нас тоже они есть, и у нас есть команда ребят, которые разрабатывают эти новые препараты, ищут. В общем, я думаю, что мы рак все-таки победим в ближайшее время. Спасибо. Спасибо.